Скульптор Александр Порожнюк 30 лет назад проектировал памятник. Рассказывает, там внутри действительно был предусмотрен музей. Однако после четырех лет строительства зала в работу неожиданно свернули. Причины проектантам не объяснили, просто прекратили финансирование. Однако скульпторы и архитекторы знали, геологические условия в парке Ленинского комсомола действительно очень сложные. Дело в том, что там так называемый французский сдвиг. И это тектоническое строение, оно неблагоприятно для такого масштаба памятника. Поэтому там мы несколько сдвинули на 70 метров, по-моему, сдвинули в сторону. Но и тем не менее, там сложные условия. Архитекторы говорят, построить музей под землей можно и на разломе. Но для этого необходим точный инженерный расчет и дополнительные деньги на укрепление монумента. Есть ли такие средства в горосполкоме, ученые не знают. Технология известная, борется скважиной и закачивается под высоким давлением растворы, содержащие цементы, иногда и другие вяжущие. При этом происходит некая пропитка грунтового массива до такой степени, что характеристики получаются вполне приемлемыми для размещения. Об истории 30-летней давности те, кто строит музей сегодня, даже не слышали. По их словам, опасности для монумента нет. Тогда использовали качественный бетон, значит, конструкции прочны до сих пор. И завершение возведения нескольких залов под памятником гигантской скульптуре совсем не повредят. То усиление, которое у нас предусмотрено проектом, оно связано лишь только с увеличением нагрузок с внешней стороны. То есть устройство вентиляционной камеры, в которой будут стоять насосы, вытяжные системы. И только из-за этого мы делаем усиление фундамента. То есть это никак не связано с некачественно выполненной работой когда-то 30 лет тому назад. Музей планируют построить через два года. Его общая площадь будет достигать 3000 квадратных метров. В Донецком горосполкоме отмечают, если бы опасность была, проект не пропустила бы ни одна техническая экспертиза. Оксана Виттер, Андрей Гаража, Панорама.